Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу тебе историю. Эта история называется царевна лягушка. Царевна, царевна это дочь царя. Царь это такой царь, да, у него есть корона. Это царь, а дочь, дочка царя, царевна. Лягушка это животное, это лягушка. История называется царевна лягушка. Жил-был царь, да, царь. Это царь. И было у царя три сына. Да, у него было три сына. Старший сын, средний сын и младший сын. Вот, младшего сына звали Иван, Иван-царевич. И царь говорит его сыновьям. Итак, вы уже большие и теперь вам надо найти новую жену, да? Найти жён для каждого из сыновей, да? Чтобы у них у каждого была девушка. Вот, надо каждому найти жену. Вот, и царь, он говорит им, возьмите лук и стрелы. Да, вот это у нас лук, а это стрела. Да, вот у нас такой лук. Вот, возьмите лук и стрелы, идите на поле, да, у нас есть поле, чистое поле и стреляйте. И куда упадёт ваша стрела, там вы найдёте себе жену. Вот, и пошли сыновья на поле и стреляют они в три разные стороны, да? Один брат сюда, другой брат сюда, а Иван сюда. Стрела, да, стрела старшего брата упала на двор князя, да? Князь это как царь, но чуть-чуть пониже. Вот, упала на двор князя и дочь князя будет женой старшего брата. Средний брат, его стрела упала на двор купца, да? Купец это человек, который покупает вещи и продаёт вещи, купец. Вот, и его жена будет дочь купца. А стрела Ивана, Ивана царевича, царевич значит сын царя, да? Царевна это дочь царя, а царевич сын царя, вот. И стрела, стрела царевича Ивана упала в болото. Что такое болото? Да, давайте нарисуем. Это болото, тут у нас есть такие кочки, вот. И растут у нас камыши, да, камыши, вот. Это болото. Болото. Вот, и его стрела упала в болото. Ну, что делать? Иван пошёл к болоту и на болоте была зелёная лягушка. Вот такая лягушка. И Иван говорит, лягушка, лягушка, дай мне мою стрелу. Но лягушка говорит, женись на мне и я дам тебе твою стрелу. Женись. Что значит женись? Женись значит, возьми меня в жёны. То есть, она хочет, чтобы она была его женой, да. То есть, вот. И так и случилось. Потому что, что делать? Иван был грустный, но такая воля его отца, царя, да. Надо делать то, что сказал отец. Поэтому Иван женился на лягушке, да. Давайте вспомним. Значит, наш старший брат женился, да. Женился на дочери князя. Средний брат женился на дочери купца, а Иван женился на лягушке. Да, вот у нас она лягушка. Давайте нарисуем кольцо здесь. Вот оно кольцо с... Вот так, с Иваном. Такая история, да, 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 да. Теперь вторая часть. Нужно всё стереть. Так вот, царь, царь. Царь решил посмотреть, насколько его невестки... Невестка это жена сына, да. Насколько его невестки талантливые. И он поэтому говорит, вы должны сказать своим женам, да. Он говорит его сыновьям, чтобы они испекли хлеб, да. Мы помним, у нас хлеб. Вот это хлеб, выглядит как кирпич. И чтобы они сшили, сшили рубашку. Рубашка, вот у нас рубашка, да. Вот это рубашка. Вот. Чтобы они испекли хлеб и сшили рубашку за одну ночь. Иван такой грустный, он думает, что я буду делать. Как лягушка может испечь хлеб и сшить рубашку за одну ночь? Он очень грустный. А его братья, да, старший и средний сын, они смеются. Твоя лягушка ничего не может делать. Вот. Но лягушка говорит, Иван, не грусти. Иди спать. Ведь утро вечера мудренее. Мудренее значит умнее, да. Утро лучше, чем вечер. Вот. Утро вечера мудренее. И Иван идёт спать, а лягушка, она снимает с себя кожу. Кожа, да. Кожа, вот эта кожа. И она превращается в красивую девушку. Да. И эту девушку зовут Василиса Прекрасная. И вот она снимает эту кожу лягушки, она превращается в красивую девушку и начинает печь. делать хлеб, да, печь хлеб и шить рубашку. А жёны братьев старшего и младшего брата, они тоже делали хлеб и рубашку, но у них ничего не получилось. На следующий день царь, он смотрит на хлеб лягушки и говорит, вау, такой красивый, такой вкусный хлеб, очень вкусный. А рубашка-то тоже очень красивая. Он говорит, молодец лягушка, молодец. А жёны братьев такие, ааа, почему она такая, как она это может делать, да, они злые. И царь решил пригласить, да, пригласить всех сыновей и их жён на пир, да. Что такое пир? Пир, это где много людей вместе едят, да, у нас есть много еды, да, здесь у нас разная еда, большой стол, вот. И много-много людей едят еду, пьют алкоголь и такие, ааа, пир, мы называем это пир. Вот, и царь пригласил Ивана, Василису, лягушку и других братьев и их жён на пир. И Иван опять грустный, ох, как я поеду на пир с лягушкой, господи, боже мой, почему, почему лягушка у меня? Но лягушка говорит, Иван, всё будет хорошо, ты поезжай на пир первый, а я поеду потом. И Иван уехал на пир, а лягушка опять сняла с себя кожу, да, кожу лягушки и она опять превратилась в красивую Василису Прекрасную, в красивую девушку. И тогда, когда она приехала на пир, все люди на неё смотрят, о боже мой, такая красивая девушка, ааа, кто она, кто она? И она говорит, это я, лягушка, но меня зовут Василиса. И царь говорит, Иван, твоя жена такая красивая. А Иван смотрит на неё и не может поверить его глазам, да, он не может поверить его глазам. Вот, а когда Василиса начала танцевать, то люди тоже удивлялись, как она классно, красиво, интересно танцует. Но в это время Иван, да, нужно нарисовать Ивана, давайте нарисуем Иван. Иван, так где-то тут у нас он, вот, Иван, вот, это Иван. И Иван, он поехал домой, он нашёл кожу лягушки, сделал огонь, и бросил кожу лягушки в огонь и сжёг её. Потому что Иван хотел, чтобы Василиса всегда была девушкой и не лягушкой больше. Но, когда Иван это сделал, то в этот же момент появились злые духи, да, такие духи. Давайте нарисуем здесь дух, такое привидение, да. Да, оно такое чёрное, страшное. Вот, это дух, мы скажем, сказать дух или привидение. Ну, дух, хорошо, дух. Так, пир надо стереть. Вот, и эти злые духи, они забрали Василису Прекрасную, они забрали её и унесли далеко-далеко. И в этот момент Иван только услышал, «Эх, Иван, Иван, — говорит Василиса, — если бы ты не сжёг в огне мою кожу, я была бы ещё лягушкой только три дня, только три дня, и потом эта магия бы исчезла. Но теперь Кощей бессмертный забрал меня и унёс далеко-далеко». Так, кто такой Кощей, да? Давайте здесь. Так, Иван нам нужен. Кощей, Кощей, это такой человек, он тоже как царь. Да? Но он как царь злой, плохой, он как очень худой, как скелет, такой... Вот, и мы называем его Кощей. И люди думают, что Кощей, он бессмертный. То есть, он не может умереть, да? Умереть, он бессмертный. Так его и называют, Кощей бессмертный. Вот, Кощей бессмертный. И Кощей забрал Василису Прекрасную. И теперь Иван должен идти и искать её по всему миру. Да, весь мир. Где ты? Где ты, Василиса? Так вот, Иван сейчас несчастливый. Очень грустный. Давайте на рассудину. Да, он очень грустный. Потому что он не знает, где Василиса, где его царевна. И он пошёл по всему миру искать её. И целый год он искал, искал, искал. И вот, однажды он пришёл в тёмный дремучий лес. Да? Помним? Лес. И в этом лесу он увидел дом на курьих ножках. Да? Вот давайте нарисуем этот дом. Такой дом, или как можно сказать ещё, избушка. И ножки куриные. Вот. Дом на курьих ножках. Значит, ноги курицы. Кури ножки. И в этом доме жила Баба Яга. Помните Бабу Ягу? Это такая старая женщина, она как ведьма, да? Хи-хи-хи-хи-хи. Но Ваба Яга иногда она злая и плохая. Но сегодня у неё было хорошее настроение. И когда Иван пришёл к её дому, она говорит... О, привет, Иван! Что ты хочешь? Бабушка, бабушка, я ищу Кащея Бессмертного и не знаю, где он. А, ты хочешь Кащея Бессмертного? Но ты знаешь, как его убить? А, нет, бабушка, я не знаю. А, ну, я тебе расскажу. И она рассказала ему, что смерть Кащея, она в сундуке. Вот, значит... А сундук, да? Это у нас такой вот... Это сундук. Вот, это сундук. И сундук, он висит на дубе. А дуб это дерево. Да, вот это дуб. Это сундук, это дуб. И он висит вот здесь. Сундук. Вот, на дубе. И в этом сундуке, да, внутри него находится заяц. Это заяц. А в этом зайце находится утка. Так, идём дальше. Утка, это такая птица. Ох, я не нарисую утку. Да, это как? Это утка. Я не хорошо рисую, извините. Вот, и в этой утке находится яйцо. Да? Яйцо. А в этом яйце находится игла. Игла, мы обычно используем иглу, чтобы шить одежду, да? Так вот. И это игла. Она очень острая. Очень острая. И эта игла, в ней смерть. Смерть Кащея. И Иван пошёл искать этот дуб. И он пришёл к дубу, и он видит, у дуба стоит большой дракон, да. И у этого дракона три головы. Да? Он такой... И огонь. И этот дракон, он охраняет, да? Он охраняет этот дуб. И Иван сражался, сражался с драконом, и он его... Убил дракона. И после этого он взял сундук, открыл его, и из сундука выпрыгнул заяц. И заяц побежал, побежал, но волк, он поймал заяца. И тогда заяц превратился в утку и полетел в небо. А в небе его поймал орёл. И утка умерла. И потом это из орла, из утки появилось яйцо. Яйцо падает вниз, и оно разбилось. И в этом яйце была игла. И Иван берёт иглу, и он хочет её сломать, но не может, не ломается игла. И он видит, что Кощей, он летит. Кощей тоже превратился в ворона. И он видит, что это Кощей, это такой страшный ворон. Точно Кощей. И он берёт эту иглу на конец своей стрелы. Он натягивает и стреляет. И стрела попадает в сердце Кощею с иглой. И Кощей умирает. И когда Кощей умер, он упал вниз, то Иван пришёл к нему домой, Кощей в его дворец. И там он увидел Василису Прекрасную. Не лягушку, девушку Василису. И она была так рада его видеть. И он был так рад видеть её. И они поцеловались. И он забрал её. И стали они жить вместе. Долго и счастливо. Вот такая сегодня длинная история. Надеюсь, вам это, друзья, понравилось. Если вы хотите видеть больше таких историй, то не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, если вы хотите поддержать меня финансово, вы можете сделать это на сайте кофе, купить мне кофе. или, если вы хотите поддерживать меня каждый месяц, то вы можете сделать это на сайте Patreon. Там вы также получите бонусные материалы, такие как PDF-транскрипцию, аудиофайлы, также доступ к нашему частному чату в Дискорде и также ежемесячные встречи в Zoom. Вот. Если вам нравится, то да, буду очень рад вашей поддержке. Если нет, то хотя бы поставьте лайк. И мне уже будет приятно. Вот и всё на сегодня. Желаю вам отличного дня. Учите русский и до скорого. Пока-пока.